Потерпевшей многодетная мама Екатерина Подольская стала после отдыха в сауне на вторчермете. Для троих ее детей купание в бассейне закончилось отравлением. Пришли отдыхать в сауну, потому что мы сюда ходили не раз. Спустя какое-то время становилось сначала глаза покраснели у всех, дети, также взрослые. А потом детям все хуже становилось. Кашей, живота, вот это вот все, голова закружилась. Вместе с Екатериной отдыхала еще одна семья. У них тоже трое детей. По словам родителей, в больнице им всем поставили один диагноз – острое отравление парами хлора. Однако сотрудники сауны с таким заключением врачей не согласны. Но на это у них есть свои доказательства. Когда они ушли, мы специально взяли воду, проверили уровень хлора, сфотографировали это. Там и даты, и времени стоят. Там норма. По словам сотрудников, такая ситуация у них произошла впервые. А вода в бассейне фильтруется каждый день. Тут приборчик, сюда набирается вода, кладется таблетка. И вот показан уровень хлора. Нормальный уровень – это вот 0,6 до 1,5. После того, как дома состояние детей ухудшилось, компания решила вернуться в сауну. Но уже не на отдых, а набрать воду из бассейна до экспертизы. Здравствуйте, еще раз. Мы у вас водичку возьмем на анализ. Понимаете, здесь на улице пока работают. Содержание хлора в воде бассейна заинтересовало и сотрудников Следственного комитета. Если в ходе проверки выяснится, что норма действительно превышала допустимые показатели, то сотрудники сауны понесут уголовную ответственность. Анализируется интересующее следствие документация, которая рекомендирует работу сауны и предоставление граждан соответствующих услуг. Устанавливаются конкретные лица, которые отвечают в этом учреждении за контроль безопасности. Также сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к данному инциденту. Сейчас же попариться в сауне на Братской нельзя. На время проверки двери для посетителей закрыты. Дарья Степанова, Ксения Коросткина и Сергей Чайков. Новости 4 канала.